Тропами предков в регионе завершился этнографический исследовательский проект «Ямда Кована». В течение двух недель сотрудники этнокультурного центра в Неси и Оме изучали особенности быта ненецкого народа и собирали уникальные данные. Подробности в следующем материале. Ому и Нес члены экспедиции выбрали не случайно. Ведь это сёло с более чем вековой историей, где строго соблюдаются традиции. В селе Ома ещё говорят на ненецком языке. И лично меня очень приятно удивило, что в какой дом мы не зашли, везде говорили на ненецком. Везде звучала ненецкая речь. Заходим мы в магазин, идём по деревне. Везде говорят. И это настолько радует. Причём говорят ещё и дети. По словам руководителя экспедиции Александры Фоминой, коренные жители доброжелательно встретили сотрудников центра. В общей сложности удалось опросить 27 носителей языка. Например, в селе Ома было изучено более 15 предметов семейных реликвий. Мы нашли и паницы старые, и украшения на спину оленя, ной гёйня, пимы, потом и тучейки. Даже были у нас священные предметы, которые нам не совсем хотели, может быть, показывать в силу своего верования. Вот до сих пор люди до сих пор верят в силу этих предметов и боятся показывать. Зато знаниями фольклора жители не сиделились охотно. Рассказы Василия Конюкова, которому исполнилось 87 лет, лягут в основу этнографической книги, которую планируют написать участники экспедиции. Он знает очень много фольклора, сказок, песен. И вот с ним мы работали целых два дня. Василий Анатольевич, он у нас два дня, он у нас всё рассказывал, рассказывал и рассказывал. Всё, что он помнит. Экспедиция длилась 15 дней. Весь собранный материал войдёт в книгу, которую планируют издать в 2017 году. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров «Север» Моя лука «Север» Моя лука «Север» Ерактор субтитров «Север» Возвращение Корректор «Север» Кутия